Я хотел объяснить с тобой идею. Не стоит. Нет, нет, я должен. Выслушай меня. Думаю, моей ошибкой было предполагать, что я смогу забыть то, что случилось в Лас-Вегасе. Я был уверен, что мы непобедимы. А теперь я знаю, что влюбленные ничего друг от друга не забывают. Если остаются вместе, то не от того, что все забыли, а от того, что простили. Посмотрите, я не знаю, я не хочу вам навязывать что-то свое, но тем не менее, когда будет время, посмотрите мой разговор с Семеном Чайкой в программе «Ближе к телу». нужно ли рассказывать о прошлых отношениях. Там про это много сказано. Вот он сказал сейчас вещь. Знаете, мне очень часто режиссеры говорят, когда там, допустим, я говорю, ребята, ну так не бывает. Они мне говорят, Саша, есть правда жизни, а есть правда кино. Вот это правда кино. Никогда, он говорит, не потому что забыли, а потому что простили. Никогда мужчина не прощит. Ну как бы, понимаете, в чем дело? Чем отличается мужчина от женщины с точки зрения прощения и измены? Женщина может изобразить прощение и измены, потому что женщине, извините за интимные подробности, для того, чтобы вступить в сексуальный контакт, не нужны специальные условия анатомо-физиологические, а мужчине нужны, понимаете? Поэтому, ну просто, если вы все понимаете, о чем я говорю, понимаете, никогда мужчина не простит этого. Никогда. Если он простит, ну тогда это не герой Вуди Харльсона. Вот в чем дело. Понимаете? Я не знаю. Ну твой тызис-то о чем? О том, что не надо рассказывать. Никогда. Ну конечно. Не надо свой невроз вешать на своего партнера. Согласен. Никогда не надо рассказывать. И никогда. И всегда надо обречь психологию человека вообще. Но мужчины особенно. Я сейчас это больше, может быть, для женщин говорю. Потому что очень многие женщины обычно говорят, а какая разница? А почему вот мы должны так, а они должны так? Ну потому что психофизиологически мужчины и женщины разные. Разные, конечно.